Продуксион, Локимин, тоже сам Эрика Лундмойен, Локимин, Чёрство Я ошибаюсь или я ни разу в жизни не слышал трека вот с таким названием? Я хочу внести вот это название в площадке, да, и что он мне скажет? Слушал ли Мацири, да, вот Чёрство и стручок Не знаю, да, Бладди, Чёрствый, Чёрствый, Чёрство А той не слышал никогда в жизни Что это? 20-го года рок Чёрство Ну давайте, друзья, посмотрим, Чёрство это или не Чёрство И вообще, что это такое? Когда мы видим имя Локимина, мы понимаем, что будет сложная музыка, так или иначе Всегда он старается, на мой взгляд, да, не думаю, что он думает об этом, да, старается ли он в этом плане или нет, скорее всего нет Но, типа у него получается, да, у него получается иногда избыточно сложная музыка, которая прям музыка для музыкантов, да, душная Такая, ну крутая, либо это сбалансированная история всё-таки для того, чтобы можно было услышать и слушателям простой музыки, и самим музыкантам сказать, да, это хорошо Если там ещё есть какая-то история интересная с припевом, круто Ну то есть, понимаете, да, типа сохранить баланс между сложностью и порогом для того, чтобы это можно было расслушать Слушайте Первая совместная коллаборация Опасное слово Локимина и Эрики Лундмойн Изначально основа трека была записана в рамках шоу Big Collab, которое проходило на YouTube-канале шоу Трикотав Немного очень крутое шоу, на самом деле Верю, что они дальше пойдут, да, они будут дальше идти, просто крошить, ломать, просто уничтожать всё на своём пути Да, Эрик Трикотава, вообще красавчик Композиция представляет свой музыкальный симбиоз из жанров электронной музыки Дабстепа, джангла и EDM Балансом не пахнет В сложной структуре трека выделяются напористая подача романа и уникальный голос Эрики На самом шоу была показана альтернативная версия песни, в которой изменена структура в тексте А также присутствует упрощённая версия аранжировки Ну, понятно, вообще другая песня, да? Большая часть первой версии трека была перезаписана в студийном... Ясно, вообще ничего нету, понятно Что Лукимин сказал о треке? Демо трека было сделано в рамках шоу Трикота А в тот же вечер мы с Эрикой поняли, что трек точно нужно добивать В итоге, понимаете, да? Типа вот крутость всяких вот таких творческих движух, шоу Вот приходят артисты, да? Вроде шоу там, бам-бам-бам, тусовка, весело, круто, интересно А бах и зародилось что-то крутое Подхватили, докрутили и качество В итоге докрутил инструментал, сделал новый куплет и интро Ну, каша из топора, короче, да? Эрика добавила еще одну мясистую вокальную гармонию И вуаля! Благодаря этой встрече я могу теперь показать вам, чему научился Всем, кто давно ждал моего возвращения к идеям, салют ПСЭ, как же меня прет от работы с Эрикой Спасибо тебе за доверие, ты творческий бронепоезд Но ожидания завышены, друзья Смотрим внимательно Здесь ничего вы могли не видеть, кроме факта начала стрима Но! Новинки прошлые, да? Были здесь в голосовании И трек Локи вроде как был Сейчас я вам скажу точно Был ли он там? Да, конечно же, он там был Довольно-таки неплохо набрал Но не в сравнении, да? С Дорой и вот же Будда Бэби Троном Но в целом, да Слушаем, друзья Слушаем Старых новов Мне никаким Просто вот рандомно слушаем Че по кайфу Че чат предлагает Че я хочу послушать Вот слушаем сегодня такую движуху Да 2.35 Ну, довольно динамично Стиль электронный, который он перечислил Тоже довольно динамичный Да? То есть разнообразие, развитие партов Плюс ваку Ну, давай посмотрим Таратиновский фильм Попер, да? С учетом обложке еще и Всяк торгует И не лишь вещами Шурушки до души под плащами Пахутело за темпе Начальный Есть чем для души Мне отвечает Это не гличи для Орланды, я вообще замечаю Ну, это вообще глубокий даб Это прям такой очень-очень душный даб Ох, такой Че за хуйня? Да, да Ну, в хорошем смысле Принимается Новый рэпер купил новую маме бэху Ну-ка лайкай это И оставит ее прям в салоне Едем в агонетке А Рельсом орелся, а листами С не считая метр Тысячу лет и не умеем делать Шпалы не из бедных Люди обесточены, как ты дела Я на червоточе и в глазах пелена Видимо без почвы, лезвие ума Лезвие без жалостно доставая слова Что ты мне разборчиваешь, шепчет глубина Доставляю чувства ночью не ждала Сузанна чуть-чуть чувствуется, да Мясо сумасшедшее в Айреки Такой арт-хаус, да Альтернативная поп-музыка Индика какой-то такой Да, вот Сузанна Но Сузанна грубже, да Тут больше высоких, больше такой нежности Больше мягкости Больше такой Больше нежности и чувственности Немного Сузанна жестче подает Она очень крутая, безусловно Сузанна у Айрека Как будто более Такое, как в облаках Поле полета больше чувствуется Новый рейпер Ну тут, конечно же, ни о каком Балансе речи просто нет В принципе, нет никакого баланса здесь Реально Они вот так смотрят, да Мы в багажнике там валяемся От того, что услышали Да, вот просто в конвульсиях И они такие Чё с ебалом? И вот оно то самое у нас и происходит Да Очень сложная музыка Очень красивая Шикарный эксперимент Базару нет Честно говоря Да, вот в чате написали Я ждал Я реально ждал, что вот здесь Сейчас снова нам дадут Дадут мясо Может быть даже с каким-то перегрузом Ещё что-то То есть, будто бы С учётом того Насколько динамично И разнообразно развивается трек Это прям целая палитра истории И как будто здесь 3.20 могло бы быть смело Да, и после этого Ещё идёт развитие Такое же или другое Да, прям с какой-то пилой Сумасшедшей С гличами Прям супер глубокими Но это с Криллокса история Причём вот есть второй альбом У него же тоже два альбома Один альбом такой мягкий Да, второй Это за этой хуйнёй Красный Это, блядь, японский Труполошадь ебаная идёт Ну, вы поняли Вот там именно музыка Да, там рамбл и прочее Вот как будто немного Вот из той истории И при этом С попыткой соединить это С таким мягким Вокалом, да Ну, именно Эрики Имеется в виду Здесь, конечно, он сам тоже, да Максимально куражится И оставит её прямо в салоне Едем в вагонетке Новый рэпер купил новую мэйбэху Ну-ка лайкай это И оставит её прямо в салоне Ну, типа, да Касательно того, что всё капит постоянно Лайкай, да Что-то купил Едем Поставляет её в салоне В вагонетке И рельсы моей рилсы Я листаю вниз Очень-очень напичканы рифмами Рельсы Рилсы Листаю Вниз Не считаю Метры Тысячи лет, но не умеем делать Шпалы не из бедных Ебать Тысячи лет, но не умеем делать Шпалы не из бедных Люди обесточены Как твои дела? Раны червоточены Люди обесточены Раны червоточены Как твои дела В глазах пелена Обесточены И Да, да, да В глазах пелена Видимо Беспочвен Но Беспоченны Червоточены Беспочвен Лезвие Ума Глаза пелена Резал лоб Безжалостно Доставая слова Неразборчиво Шепчет глубина Заставляю чувствовать Чего не ждала Сожги дотла Сожги дотла Сожги дотла Да Не знаю Не знаю Что здесь делать Структура Да Ну это чисто Покуражится Вот Я думаю Что сам Луки Мин Ну в принципе да Вот он и пишет о том Что он в восторге От этого трека Но это сложная песня То есть вот Из того что мы Слушали да От Локи Например Самого Как будто До этого Мы добавляли Песни Понятнее Да Ну не то Чтобы они Прям вот Супер были Там Какими-то Простецкими Да 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 Это прям Драйв Не драйв Гличмоб Да Прям такой Хороший Это прям Топовый Глич И этот трек Проще Да Он тоже Непростой Вообще Но он попроще Тем не менее По На восприятию На восприятию Он более Однородный Как минимум Более Однородный Да Интересно Еще раз Давайте Послушаем Потому что Эмоции Когда вот Это все Началось Вот это Здесь Тут Да Очень долгая Работа Инструментала Сейчас Похолоднее Глянем Типа Ну вы не знаете Да И мы правда Не знаем Акустика Людей Типа На самих Себя На общество Постоянно Пытается Затрагивать Так сказать Струны Да Струны Общества Ставить Вопросы Похудел Ассортимент Начальный Есть что Для души Мне отвечает Истерика Боль Отчаяния Да То есть Вроде как Есть рыночек Да И на котором Торгуют Не только Лишь вещами Да Шурушки До души Под плащами Похудел Ассортимент Начальный То есть Сейчас Ну Индустрия Говно С точки зрения Душевной Красивой Интересной Музыки Какой-то Глубины Значимости Да Ну вот Слава КПСС И Хаски Пока Оставляют Надежду Да Альбомчики Их новые Которые Мы ждем Есть что Для души А ему Отвечают Что Для души Бро Только истерика Боли Отчаяние Такой вот Пиздец По городу Только на убери Я на сафари Не в общем потоке С ним Кубарем Ничего Рифма Куда не приду Тут повсюду Селебы Я очень тоскую По людям Хорошая строчка На самом деле Да Хорошая история Ну типа Что Все выебываются Да Все такие важные На серьезных Ебалах А вот людей Не так много Сирены по городу Уууу На студию Не войдет Звук Я в ящике Черном пришелец Найдет только песню О том как я крут Угу В ящике Черном пришелец Найдет только песню О том как я крут Ну В черном ящике Пришелец Черный ящик То что остается После самолета Пришелец Это то что якобы Останется после нашей цивилизации После нашей цивилизации Пришельцы В черном ящике То что останется От нас Типа от самолета Нашей цивилизации Что останется Найдет только Репрезенты О том как все круто Еще про Линбро Безусловно Новый рэпер купил новую Мбэху Да, лайка этого В общем, ничего, 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 бро Ничего, 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 ничего Фитлоки Мина Сими Да, это было бы очень круто Они оба экспрессивно подают Я думаю, что на электроничный, на любой дап На любой вот этот гличевый, да, такой Усложненный звук Сими залетит Хоть обрывками, хоть вокалом У Сими вообще очень широкая палитра И спектр его возможностей Поэтому прикольный фит бы был В СРЭП подкасты Да не забрось, ребро, ну нет времени просто Блин, треки-то не успеваем все разобрать Тут вариант всегда простой, да, либо мы разбираем треки Либо мы разбираем видосы Вот Интересно Базару нет Чёрство, а, чёрство, да, чёрство Понятно, понятно, понятно Чёрство, типа, и с точки зрения Того, что есть для души, да Что есть для души, что типа чёрство на душе Чёрство в этом В индустрии музыкальной Да, понятно, понятно Люди обесточены, как твои дела? Раны червоточены, в глазах пелена Блядь, дерзкий текст вообще Беспочвенно лезвие ума Очень красиво Резало безжалостно доставая слова Неразборчиво шепчет глубина Да, то есть глубина не нужна, короче Да, нужны репрезенты Глубина не нужна Заставляет чувствовать, чего не ждала Угу, то есть ты вроде не ждёшь уже от музыки чего-то, да А вот глубина тебе нашептала чего-то Достав слова, да Лезвие ума, оно же безжалостно режет То есть режет безжалостно, достает такие слова Который ми неразборчиво тебе шепчет Глубоко о важных вещах И чувствуешь ты при этом то, что как бы не ждал И походу вот чувствуешь, да Наверное, да Наверное в этом речь Ну я так понял, по крайней мере Я так понял Сожги дотла Да, сожги дотла Чувствовать, чего не ждался Сожги дотла кого? Человека, который прочувствовал смыслы, да Типа сожги словом, да Типа сжечь словом Сожги дотла таким словом глубоким, да Сожги дотла весь пиздец, который происходит Да, наверное, так Ну такой двоякий-троякий смысл Двоякий, да И типа можно понять по-разному, да Здесь скорее всего Но смысл в этом, скорее всего, да Красиво, бля Погорден, он придет Есть что для души? Да, что-то читать сюда взять хочется Серия Телглеба Шпалы не из бедных Бля, жесткая строчка То есть суть заключается в том, что Вообще, что это такое, короче, да Я вот могу понять из того, что он сказал То есть шпалы, да Это вот то, на чем ставятся рельсы То есть то, за счет чего, соответственно Прокладывается дорога И те, кто прокладывают дороги, да Вот свои рельсы, так сказать Они же прокладывают их по шпалам А шпалы, соответственно, закладывают бедных Да, ну вот условно Самая понятная история, которую можно провести Это строительство пирамид Да, ну по крайней мере Из того, что мы о них знаем на сегодняшний день Типа как они строились То есть там нереальное количество рабочих Или китайская стена Да, ну в смысле не китайская стена А великая стена Расположена на территории современного Китая Да, корректнее так говорить Естественно, если вы понимаете, о чем я Вот, соответственно, люди Все ставится на Бедные тут имеются в виду Типа так или иначе не финансово А вон, типа простые люди, да Ну, в общем, вот, да Люди, фагонетка Да, 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 да Типа там то, что ты выберешь Да, там шпалы не из бедных Да, рельсы мои рилсы Я листаю вниз Да, то есть рельсы мои рилсы Листаешь ты, соответственно, да Вниз и не считаешь метры Сколько ты их там пролистал Тысячи лет, но не умеем делать шпалы не из бедных То есть рельсы, по которым мы катим Да, мы делаем шпалы из бедных Соответственно, наебывая их различными идеями Идеологиями Или занимаясь хуйней Продавая людям, которые не могут разобраться Да, и от этого их жизни становится еще хуже Либо О непосредственной истории, да Про эксплуатацию Вот, которую хуйня Сейчас говорю, да, там Насчет задачи с вагонетки Ну, не знаю Там не особо про бедных Так-то чисто про моральный выбор человека, да Там про вагонетки Что там Задача вагонетки Там типа там, блядь Повернешь, не повернешь Если не повернешь Что так, повернешь Там не про бедных Там про твой моральный выбор Да, чуть про другое там Ну, так вот Проблема вагонетки Да, не-не-не-не Там, там, там В другом, бро Едем в вагонетки Вот про это, да И ставить ее в прям саунь Едем в вагонетки Типа, ну, короче, сама задача про вагонетку, она не про это немного, да, она про выбор человека, возьмет ли он на себя, так сказать, грех, чтобы вот там один, так сказать, погиб, да, или не прикасаясь к этому, он, соответственно, проедет дальше, да, вот, он поет о том, что, вероятнее всего, он поет о том, что, типа, ну, мы едем, типа, в ней и давим людей, да, типа, которые лежат, но сама задача, она, блядь, про другое, короче, да, вот по этому, Это другое, но можно ли отсоединить с этим, он это делает, окей, принимается, 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 куда они пердут, везде селебы, да, вот эту строчку, да, селебы берем, короче, тут повсюду селебы, чего такие вообще о другом тексте написали, такой, блядь, локимин селеба, локимин селеба, да, охуенное заглавие будет этого трека, Не в общем потоке с ним, кубарем, в студию не войдет звук По городу, угу Черный пришел из нее только песни В ящике черном пришел из нее только песни о том, как я крут Воу-воу-воу Червоточный в глазах пелен Видимо, беспочвенно лезвие ума резало безжалостно доставая слова Короче, в чем смысл, да, еще раз Как дела у людей, ёпта, у нынешних Раны червоточные в глазах пелена Не видят ни хуэ, соответственно Поэтому беспочвенно лезвие ума резало безжалостно доставая слова То есть сколько они ни старались, да, люди, которые дают идеи Все это беспочвенно, да Безхanja, беспочвенно лезвие ума резало безжалостно Резало безжалостно, без почвенно Беспочвенно это не совсем подходит Беспочвенно, почему? Почвы-то и есть для того, чтобы это делать Почва это то, это суть, да, это причина, по которой Почва это причина Соответственно, причина была, да Бессмысленно тоже, ну ладно, ладно Это уже слишком жесткий дает, да Лезвие ума резала обижалась Доставая слова, что-то неразборчиво шепчет Глубина А, смотрите, тут вопрос вот в чем Неразборчиво шепчет глубина Типа неразборчиво она доходит Или неразборчиво в смысле хуй понять, да Типа что-то неразборчиво она шепчет Типа не могу-ка я ее понять Либо что-то неразборчиво шепчет глубина Типа все-таки доносится, да Заставляя чувствовать Но если заставляя чувствовать, значит все-таки шепчет так Что, блядь, тебе умудряешься ты это понять чего не ждала до чего не да значит первый декодинг был более правильный понимаю что всем похуй но мне самому интересно да короче слушаем еще разочек трендовость актуальность 2 но можно забрать ноги всяк торгует и не лишь вещами шурушки до души под плащами сумасшедшая игривость да сумасшедшая игривость это 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 на на это Продолжение следует... 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 Там не это, не оскорбил ли кого-то, да, то есть даже можно же, можно же говорить по-разному. Можно же говорить грязно, я умею говорить мерзко, да, иногда я перебарщиваю эмоциями. Все ли нормально, корректно ли сказано, да, достаточно ли критики, достаточно ли похвальбы, если это по уму. Бедная жена, да, бро, в этом плане, конечно, но она кайфует на самом деле от того, что мы вместе вот живем проектом, да, постоянно. Какие-то идеи, вот даже обновления раз в Д3.0 постоянно, мы с ней обсуждаем все вместе, там, переработка формулы тоже, да, мы с ней вот обсуждали это все касательно того, что лучше вот это сделать, лучше то сделать, еще какие-то вещи. То есть, ну, да, бро, бля, мы фанатики этого дерьма, вообще нереальные. Можно назвать ебанутыми людьми вполне, да, и это будет правда. Так, идейная директора, ну, она как креативный директор, типа, и есть, бро, я так ее и считаю, в общем-то, в этом плане. Она меня, в общем-то, изначально пнула, да, на разбор, даже когда семнашку судили в девятнадцатом году, в двадцатом, я в какой-то момент меня заебало, да, я был занят, я хотел уйти вообще. Да, типа, там еще какие-то моменты были с недопониманием, я хотел все послать нахуй и все, да, короче, типа, у меня так бывает, типа, там, бля, типа, все мосты сжечь и все послать нахуй. Она такая, не, у тебя норм получается, бро, попробуй еще. И вот я здесь, да. Девять, десять. Ну, живо, уникально, да. Да, да, это теневое правительство, друзья. Пять баллов, спасибо. Хит нет. Вот здесь не знаю я, вот, значит, структуры, честно, вот не знаю. Я задумался, если правда, я задумался. Я поэтому так долго, да, обычно, когда пять, я пять ставлю сразу, да, пять, а потом все остальное. Бля, честно, если ты четыре, вот, значит, вот этой темы, мне не хватило трека. На продюсера я готов взять, хит месяца нет. Ну, сложно, во-первых, очень сложная песня, во-вторых, концовочка, да, и нет особого развития. Не знаю. Да, номинацию продюсера, да, сто процентов, бро, вот, 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 сразу же, да. Да, сто процентов. Вот, в целом, крутая песня. Я добавил ее на подумать, да, я добавил ее на подумать, и, скорее всего, она попадет в плейлист. Но вот эта история за счет незавершенности, на мой взгляд, да, по поводу текста, конечно же, ничего не понятно, там, если это слушать, вот, без текста и не переслушивать, да, это просто, ну, какая-то долбежка с какими-то быстрыми перебивками. Очень сложно понять. Ребята сделали очень глубокий текст для жанра, которому не свойственен такой глубокий текст. Вот так вот. Такая история. Ну, круто. Да, это было круто. Что думаете вы на сайте, друзья, о этому поводу? Где? Я задушил, вы считаете, да? А, вот так вот, да, принимается, принимается. 73 балла. Да, а, еще вот здесь 3-4. Я не согласен с вами категорически, что это 3-4 по трендовости. Ну, какой нахуй 4 вы там кто-то еще ставил, да? Вы такую музыку часто видите в чартах или вообще где бы то ни было? Я думаю, что нет. Особенно совокупность того, что начинается, да, в интро что играет, да, потом какие куплеты, какие дропы. Я думаю, вы такое видите не часто. Но принимается, да, тут 4-8, базар у меня. 9 баллов, 9, да. 9-9,2. Принимается. 9,8, да. 8,6. То есть, то есть. Вы такие. Ебать. Какая крутая структура, да, что так трек закончился. Все так шикарно, а текст хуйня, да. То есть, вот этот 8,6, вы считаете, что это текст для этой песни в рамках этого жанра. То есть, дабстеп, блядь, который вообще абсолютно джангл. Вся эта хуйня, которая вообще никакого отношения к тексту не имеет. И те, блядь, глубокие смыслы, которые они. Те вещи, которые они сделали, это типа хуйня, да. Вот это не принимается. Тут какая-то история, да, прикольная. Но она явно потом уйдет отсюда. Камбэкнул жестко? Да, бро. 10, 8, 8. Да. Вот именно поэтому мы вот это убираем. Потому что проект из самостоятельного оценения фломастером превращается, давно превратился, точнее, в полноценное сообщество, где люди должны ломать ей голову. Что нахуй это такое? Да. Вот базированный бломар, конечно, да. Но, бля, типа 705 рецензий, 5000 полученных лайков. Особенно с учетом введения сейчас оценок без рецензий, которые будут, безусловно, отдельно идти кружочком. Да, люди не будут заморачиваться с такой оценкой. Вот бломар, блядь, заморачивается. А вот остальные редко будут это делать. Даже не потому, что они не хотят, или они хуевые какие-то. Просто, ну, не все могут понять, да, жанры вот на рынке. Оно вообще как работает? Да, экспи, да, да, да. Точная мозаика идей. Ух ты, блядь. Слушай, мне нравится, Макс. Давай вот, давай, вдохновимся, давай. Давай вдохновимся бломаром. Давай реально. Потому что кринжатина по поводу на вагонетки или на убери, типа, ебать, как смешно. Ну и все на этом. Давай вот так возьмем. Отточенная, а снизу мозаика идей. Типа, ебать, как глубоко. Давай возьмем. Очень точная мозаика идей, шикарно дропом мы таким же исполняем. Чуть не корежат эти надрывы от локи, которые все-таки не столь нативны. Эрика также шикарно похватила задор локи. Мне напишу на эмоциях, но, возможно, это лучший сингл, что я слышал в индустрии в 24-м году. Это уже дикая чтива. Неплохо, бро, неплохо. Я тебя понял. Да, вот что я взял, даже очень интересный вариант. Я под этим фотоаппарат локи пропитан биполяркой. Да, вот они. Двойки, тройки, короче. От супер монструозных. Принимается, бро. Очень мало слышал песен локи. Именно поскольку не ошибка, стыру за ним. Эрик узнает только по его главному хиту яд. По этим причам ничего сильно не ожидал от этой песни. По итогу изрядно удивился. Текст песни идеальный. В меру навороченные образы. Отлично за рифмом. Да, блядь, да! Такой прям очень нетипичный презент по лоди структуре. Здесь десятку битвов. Ну, принимается, но ты понял, да. Железные десятки. Я абсолютно не понимаю, за что снижать. Железобетон, надеюсь, запас. Принимается, Александр Теплов. Возвращение на EVDM немножко. Очень необычное звучание. Четыре. Да, бро. Локимин вернулся. Семь. Семь. Девять. Расщепляющий сознание сгусток творческой энергии. Тоже можно было бы спиздить, бро. Ну, Блицкриг тоже, да. Тоже тройка. 154. Тысячу! От семьи есть авторский лайк. Подождите. Получается, у нас Локимин же не зарегистрирован на сайте, правильно? Нет. Соответственно, вы не можете получить вот такой авторский лайк, например, на красивую рецензию. Людей, которые очень сильно постарались, очень сильно постарались вникнуть в творчество, погрузиться в него и оставить мнение и мысли. Да, Локимин. Такую похуй. Ужас, как жаль. Как жаль, что Локимину похуй. Чат, скажите, давайте забайтим. Слезы, 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 грусть! Эрик Ланман. Ну, к сожалению, там нет пока карточки, да. В целом, не так много работы, да, чтобы регистрироваться. Чат. Вообще, ужас просто. Одна рецензия хорошая. Мне больно. Да, друзья. Я думаю, байс работал. Короче, суть заключается в том, что автор может зарегистрироваться и ставить авторские лайки, которые выглядят вот так. Это просто обычный лайк, но если ты ставишь на свою работу лайк, то он отображается как авторский. Следовательно, пользователь понимает, что автор прочитал и такой, да, это было неплохо. Более того, автор может написать авторский комментарий, который будет закреплен выше рецензий здесь сразу, да. И там любые мысли какие связаны с работой над... Вот как-то в Genius написано было, да, так и здесь. Только что-нибудь не Ctrl-C, Ctrl-V, да, такое мы не принимаем. Какие-то дополнительные вещи, если есть что сказать. Если нет, просто лукасы. Такая вот хуйня. С введением обновления RZT 3.0, которое очень скоро будет, авторские лайки будут слишком сильно обозначены, да. И на главную страницу они будут вводиться и учитываться несколько по-другому для пользователей, и значить тоже, да. Поэтому самое время. Я думаю, что байт прокатил. Есть видео какое-нибудь этого? Нет, да? Нет. Только вот на Трикота то, что проходило, да. Очень плохо. Без тебя сайт не с база. База, друзья. База. Ну, Трикота, только там получается совсем другая история, да. Люди, ставящие 4, возможно, всегда слушали такую песню. Да, просто электронично, поэтому они объективно не понимают, что на рынке такая музыка не очень популярна. Все рецензии субъективны, по сути, только общая оценка объективна. Да, бро. Да. Просто музыка чуть более объективна, чем людям часто кажется, да. Я уже, я люблю душить по этому поводу. Там минор, мажор, да, там громкость, попадание в ноты, сведение, чистота, не чистота, ритмика, рифмы. Там ты попал, не попал. Все это очень объективно. Тебе может не нравиться это или нравится. Это субъективно. Что касается трендовости, жанровости, да, актуальности, это тоже очень объективно. Но это слишком душная хуйня для того, чтобы люди, которые просто любят музыку, усирались и вот это вот все вот для себя рассчитывали. Поэтому мы это убираем, да. Не переживайте, все будет хорошо. Рио популярно, в сути, просто по чартам РФ. Да, бро, российская музыка. Речь идет про российскую музыку обязательно. Просто если мы будем выебываться фактом того, что можно попытаться понять мировой чарт, да, то часто где мы будем попадать, да. Допустим, мы такие, так, а что же касательно кантри? Ага, кантри, в России, кантри. Понимаешь, да, к чему это я говорю? Уолин такой, о, нихуя себе, в Америке-то норм, бро, а что там у вас в России? А в России такой музыки вообще нет. А что там по кей-попу, бро? Ну и так далее. Морган Уолин тоже популярен, бро, но всем похуй в России на него. Как и на кей-поп. Поэтому такое, да. С электроникой в Европе неплохо, да, неплохо, но не так хорошо, как может показаться. Другая музыка, да. Короче, мы стараемся, да, работать в рамках российской русскоговорящей индустрии, скажем так, да. Русскоговорящей индустрии. Российский преимущественный русскоговорящий. Вот такая вот история. Почему у нас нет кей-попа и кантри? Потому что это очень глубоко, такой, знаешь, именно национальный колорит. То есть там много этники завязаны на культуре. Потому что кей-поп это вот эта история с айдолами, да. Там же там вообще своя история, там даже прикасаться нельзя к айдолам. Там прям такая глубокая история, связанная с культурой Кореи, да. Кантри тоже самое. Это чисто американская тема, завязанная на культурном вот этом ковбойско-ранчевом вот этой всей истории с игрой, да, на инструментах. Поэтому это чуть другое. Вот. И надо все это учитывать, да. А в России потихонечку все это, ну, потихонечку зарождается определенные какие-то этнические моменты, там какие-то фундаменты срока, киша и прочее. Это тоже все переосмысляется. Но так как с 90-х годов идеология, соответственно, была вычеркнута, да, люди напитывались отовсюду из разных вещей и считали, что они имеют права создавать что-то свое, да. Сейчас это потихонечку начинает меняться, да, какое-то самосознание происходит, и люди начинают стараться делать что-то даже, что касается рэпа, хип-хоп или других жанров поп-музыки. Пытаются привносить свое, настаивать на том, что они имеют право какие-то вещи привносить, да. Ну, в хип-хопе же вообще все довольно сложно. То есть некоторые афроамериканцы глубоко убеждены, что хип-хоп, он вообще, там, сказать, не для белых так или иначе, да, и они настаивают на этом, они прям зарубаются на этом. Поэтому в этом плане наши ребята тоже некоторые считают себя ущемленными, некоторые говорят, нам похуй, мы будем делать. Короче, это очень большая культурная история, музыка в целом, это большая культурная история. Поэтому тут надо такое, да. Честера, да, Честера, надеюсь, послушали бы, да, альбом, замечательный альбом, Эгоцианид, который называется, Сапфир набрал, кстати, Сапфир, куда занесло. Ну да, да, то есть все это, это все объединено. Жизнь людей, жизнь людей, она вытекает в идеи, по которым они живут. Идеи наслаиваются контуром происходящих и политических больших событий, да, идеи государства самого, идеи напитанных с объединения различных культур мировых, да. Они вот так живут. Это завязано на политических моментах, на культурно-национальных, исторических. Все это такая очень большая, очень идущая, интересная субстанция, да, проходящая некую через времена, через государство, через жизнь людей. Это все очень сложно, вот, и музыка является воплощением этого, то есть финальной формой этих вещей, совокупности больших этих вещей. Это все не просто, блядь, туц-туц, блядь, нет, эти туц-туц у тебя возникают на основе чего-то, если у тебя музыка идет из души. Если ты не спиздил откуда-то, да, пытаешься вот напитаться отовсюду и выдать свое, то музыка это совокупность всего. Это совокупность идей, любви, мироощущения, трендов мировых в том числе, да, по звучанию и наличию даже оборудования, да. Поэтому музыка это очень серьезно, да, музыка это очень серьезно. Такая вот история, друзья. Плавильный котел, да, база, база. Вот.